Девушки отдыхают 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 54 стиха Хадинский главный Бабхалдита, который называется Вискорупа Даршина Йога, или Йога – лицезрение вселенской формы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Комментарий Субтитры создавал DimaTorzok И тот, кто действительно хочет постичь Бога, Кришну, должен следовать принципам, приведенных в авторитетных священных писаниях. Он может совершать аскезу в соответствии с этими принципами. Например, можно дать обед, держать полный пост над Джанмаштами, день явления Кришны, и дважды месяц дней Кадыши на одиннадцатый день после полнолуния и новолуния. Что касается пожертвований, то в Писаниях ясно сказано, пожертвований следует давать преданным Кришне, которые занимаются преданным служением и распространяют философию Кришны, то есть сознание Кришны по всему миру. Сознание Кришны — это благословение всему человечеству. Рупа Госпания назвал читанием воплощением великодушия, ибо он чтет оборудование любой Богу, обрести Которую чрезвычайно трудно. Поэтому тот, кто помогает людям, занимающимся проповедью сознания Кришны, давая деньги на распространение сознания Кришны, совершает величайшее благодеяние. А тот, кто поклоняется Богу в храме в соответствии с правилами священных писаний, во всех храмах Индии установлено изваяние Бога, чаще всего Вишну или Кришны, получает возможность духовно совершенствоваться, поклоняясь Верховному Господу и выражая Ему свое почтение. Для новичков преданным служением поклонение Господу в храме является обязательным, что подтверждают веды. Святосвата Ропа Ниша гласит, «Тасиадавея парабахфилятхадавея татхавурау, тасиады катхитахиятхар пракашантэ махатманах». Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу, служит Ему под руководством Духовного Учителя, в Которого столь же непоколебимо верит, может увидеть Верховную Личность Бога. В миг откровения Кришну нельзя постичь, просто рассуждая Ему. Кто не прошел подготовку под личным руководством истинного Духовного Учителя, не может даже вступить на путь познания Бога. Слово «ту» употреблено здесь специально для того, чтобы подчеркнуть, что ни один другой метод не годится для постижения Кришны. Другие методы нельзя рекомендовать, ибо они никогда не приведут к успеху. О, дорогой Арджуна, покоритель врагов, по-настоящему постичь и воочию увидеть меня в том образе, который Ты видишь сейчас. Можно лишь занимаясь безраздельным премиум служением. Только так можно проникнуть в тайну Его бытия. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова 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 Все ищут Бога, только не все знают, что они ищут Бога. И все понимают, что они в конце концов ищут Кристо. Как однажды я был в одном городе, в Тбилиси, и там украли за день до этого какого-то знаменитого футболиста, чтобы получить за него выкуп. В связи с этим весь город был заполонен полицией, милицией. Каждую машину останавливали и заглядывали в багажник. На тот случай, если футболист в багажнике окажется. Хотя очевидно совершенно, что какой же дурак будет футболиста в багажнике возить, если они только что его похитили. И пока мы ехали, нас раз в пять остановили, раз в пять заглянули в багажник, в машину и еще куда-то. В конце концов, шачер, с которым я ехал, сказал, ищет, ищет чего-то. Не понимая, что они Кристо на самом деле. Кажется, что они футболисты ищут. На самом деле, даже в багажнике они ищут Кристо. В сущности, каждый человек ищет Бога. Человек не может быть счастлив до тех пор, пока он не найдет Бога по-настоящему. И здесь Кристо объясняет метод, с помощью которого человек не просто может понять Бог. Потому что иногда, когда мы говорим «понять», у нас складывается ощущение, что речь сводится к некоему интеллектуальному представлению, к составлению некой схемы или некого понимания Бога. Кристо говорит тут гораздо более сильные вещи. Он говорит «гятун драштун чататлина». Не просто увидеть Бога. Потому что, опять же, многие люди имеют разные видения. Некоторые люди думают, что Бог приходит к ним во сне. Некоторые люди видят каких-то ангелов или еще кого-то. Очень трудно иногда бывает понять, кто же это на самом деле. Может, это Бог, а может, это просто привидение какое-нибудь. Тень отца Гамлетеля. Или еще кто-нибудь вроде этого. Поэтому Кристо подчеркивает здесь «траштун чататвина». Увидеть меня таким, какой я есть. По-настоящему. Чтобы действительно не иметь никаких сомнений в том, что я вижу Бога, а не кого-то еще. И что это Бог передо мной, а не кто-то другой. И дальше он говорит «пройдешь ты у тебя, парам-то». С помощью этого же метода ты сможешь проникнуть вглубь меня. Иначе, говорят, ты сможешь понять сердце Бога. Здесь Кришна, иными словами, обещает нам полное, абсолютное, безоговорочное понимание Бога, лицезрение Бога и близость с Ним. Потому что какая близость может быть больше, чем проникновение в Него? И Кристо объясняет этот метод, он говорит «бхактятвана няя шакья». Бхактятту ананяя. Это «ту», но относится к предыдущему стиху, в котором он перечисляет методы, с помощью которого Бога понять невозможно. В предыдущем стихе он говорил «на, на, на», что значит «не, не, не». Он говорил «нам бедая на тапаса». Он говорит, что «меня невозможно понять, на, агам бедая». Ты не сможешь узнать меня, просто изучая беды. Ты не сможешь узнать меня на тапаса, просто совершая эскезу, просто следуя каким-то правилам, принципам, ограничивая себя каким-то образом. Ты не сможешь узнать меня с помощью пожертвований, когда ты будешь давать пожертвования. На тече джям ты не сможешь даже узнать меня, если ты будешь поклоняться мне в храме. Крестный говорит, на первый взгляд, странные вещи. Потому что, с одной стороны, он перечисляет все то, что мы с вами должны делать. Должны мы изучать Священное Писание? Должны. Любой человек, чтобы понять Бога, должен изучать Священное Писание. Крестный говорит, не нужно этого делать. На тапаса, должны мы с вами совершать эскезу какую-то, как-то ограничивать себя. Может человек жить нормальной жизнью, если он никак не ограничивает себя? Не может. Он должен совершать какую-то эскезу. Любой нормальный человек, чтобы просто называться человеком, должен в чем-то себя ограничить. Крестный говорит, ах, так меня понять невозможно. Таким образом, он говорит, на донена, пожертвования, должны вы делать пожертвования? Громче. Должны. Любой человек должен делать какие-то пожертвования. Любой человек должен отдавать что-то для того, чтобы в том числе понять Бога. На те джем, даже на те джем, должны ли вы поклоняться Богу в храме? Должны ли. Кристиан говорит, с помощью всего этого вы не сможете меня понять. На шакья, эвам ведут раштон, в том виде, в каком я есть. Все эти методы, иначе говоря, дают какое-то представление о Боге. С помощью всех этих методов, с помощью изучения священных писаний, аскезы, с помощью пожертвований. Человек может чуть-чуть приблизиться к Богу. Но что Кришна здесь говорит, ты никогда не сможешь меня понять в том виде, в каком я стою сейчас перед тобой. В моей изначальной форме. Ты никогда меня не сможешь понять полностью, если ты просто будешь сосредотачиваться на всех этих методах. Всего этого будет для тебя недостаточно для того, чтобы постичь меня. Единственный способ, единственный метод, единственный алгоритм, с помощью которого ты сможешь, в конце концов, понять меня. Бхакья ту ананьяя. Если ты примешь путь Бхакти. И причем не просто Бхакти. Потому что, с одной стороны, все эти элементы, которые перечислены в предыдущем стихе, тоже являются составляющими пути Бхакти. На пути Бхакти человек должен изучать Священное Писание, он должен совершать аскезу, он должен делать пожертвования или поклоняться Богу. Но только тогда, когда этот Бхакти станет безраздельным. Иначе говоря, Кришна требует здесь безраздельной преданности. Он говорит, что цели всех наших усилий мы сможем достичь только в том случае, если наша Бхакти, наша преданность Богу станет безраздельной. Это печальное известие. Потому что обычно люди хотят всего и подешевле. Обычно люди хотят получить что-то очень большое, но при этом, чтобы цена была сконная. Люди всегда хотят получить самое лучшее. Но когда речь заходит о цене, то они привыкли торговаться. Дай мне самое лучшее, но цену поставь понизу. И Кришна говорит, я могу тебе дать самое лучшее. Потому что в конце концов, что есть самое лучшее? Что есть самое лучшее на этом свете? Самое лучшее на свете это Кришна. Это я могу вам сказать с полной определенностью. Само слово Кришна. Потому что Кришна есть все. Арджуна увидела это, когда он увидел вселенскую форму. Он сказал, что сарвам айти татоси сарвам. Сарвам сарвапна си татоси сарвам. Кришна, я вижу, что ты пронизываешь с тобой все. И Кришна, слово Кришна означает тот, кто привлекает. Тот, кто притягивает. Если мы будем изучать свое сердце. Если мы будем изучать свою душу. Мы можем очень легко понять, что нас в этом мире притягивают к себе разные вещи. Правильно? Одного притягивает одно, другого притягивает другое. Но в общем-то всех нас притягивает одни и те же вещи. Что нас притягивает? Богатство нас притягивает. Что еще нас притягивает? Слава нас притягивает. Что еще нас притягивает? Сила, красота. И даже отрешенность нас это притягивает. притягивает. Нас притягивают эти вещи, мы так или иначе притянуты. Ум наш тянется к этому. Это не интеллектуальный выбор, это очень важно понять. Когда мы говорим, что Кришна притягателен, это значит, что сила эта появляется сама собой, не потому что мы решили, что нам нравится красота. Иногда, когда кто-то очень красивый вдруг появляется перед нами, мы не в силах отвести глаз. Наоборот, мы хотим оторвать глаз, но наши глаза сами тянутся туда. Когда мы видим какие-то богатства, ум наш, какая-то влечет неведомые силы, мы думаем, ну надо же, харибол. Богатство притягивает нашему. Красота притягивает нашему. Слава, известность, знаменитость притягивает нашему. Хотя, на самом деле, ничего хорошего, строго говоря, ни в мирских богатствах, ни в мирской славе нет. И Кришна и есть тот притягательный момент во всем том, что нас притягивает. Все то, он сам объясняет это в 10 главе богатства. Все, что бы тебя не притягивало, какое бы великолепие, какую бы искру великолепия ты не заметил, что бы не удивило тебя, что бы не поразило тебя, это все есть я, это искра моего великолепия. Все исходит от меня. Если нас притянул жираф к себе, если мы пошли в зоопарк и увидели жирафа, жираф притягивает, потому что у него шея длинная. Все думают, ну надо же такую шею длить. Кришна в 10 главе богатства говорит, если длина шеи, я жираф. Продолжение богатства. Потому что когда мы видим что-то необычальное, то в конце концов все это исходит от бога. Бог есть центр притяжения. Сам он завершая 10 главу говорит, что все то, что есть привлекательное в этом мире, все то, что может притянуть наш ум, наше сознание, наше сердце, все то, что может привязать нас к себе, все это всего лишь маленькое, крошечное, крупица, искр. И таким образом Кришна доказывает нам или показывает нам, что нет ничего другого здесь, что мы в сущности должны хотеть или пытаться познать. Кришна уже и так притягивает нас, как в Махапарате, когда Кришна пришел в Христинополь. И когда Кришна попытался договориться с Кауравами, с Дульодами о том, чтобы заключить мир. И когда Дульодана хлопнул дверью, сказал, что даже если, мне не важно, что он там предлагает, я буду сражаться до самого конца. Когда Дульодана отказался вести мирные переговоры, Дритарастра пришел в нервное состояние сознания. Он занервничал, потому что он подумал, похоже, что мы не с тем связались, с кем нужно. Похоже, что лучше с Кришной не связаться. И Санджая, его секретарь, сидевший рядом с ним, еще больше его подзужил. Он там говорит, ты дурак, ты дурак, образумие этого негодяя, сына своего, скажи ему, что с Богом нельзя сражаться. Кришна – Бог. Ты понимаешь, Василий, к чему все это приведет? Нельзя с ним сражаться. Нельзя. Он – Бог. Дритарастра он был слег. Сиропривопад начинай поговорить с того, что Дритарастра был слеп от рождения. А что еще хуже, сердце его было слепо. И сердце его было разорвано на материальную и духовную привязанность. С одной стороны, он понимал, и в каком-то смысле это удел всех нас. С одной стороны, наше сердце привязано к материи. Наше сердце привязано к материальному миру. И столько связей связывает нас с ним. С другой стороны, сердце наше тянется к Кришне. И мы иногда чувствуем себя разодранными. Иногда мы думаем, туда идти или туда идти. И Дритарастра, не будучи уверен, с одной стороны, сердце его тянулись к Дурьодану, и с другой стороны, он где-то внутри, в глубине понимал, что Кришна – Бог. И когда Дурьодана хлопнул дверь, и он остался наедине с Анджайей, Дритарастра стал просить, объясни мне, что значит, что Кришна – Бог. Объясни мне, как понять, что тот, кого я вижу перед собой, тот, кого я вижу перед собой в облике обычного человека с двумя руками, с двумя ногами, в обычных одеждах, который пришел в виде посла, который выполняет роль обычного слуги, наших врагов, заклятых, пандалов, каким образом он Бог. И Анджайя, обладавший духовной прозорливостью, духовным видением, Анджайя стал говорить ему, объясняя различные имена Кришны. И в частности, он объяснил тогда Дритарастра смысл имени Кришны. Он сказал, Кришна бу вача кам шабдо, нас ча невритир вача кам. Пусть как в переводе санскрита, я уверен, что вы поняли, очень простой аллогический санскрит, который очень легко понять. Но объясняя смысл слова Кришна, это вот кто такой Кришна. Потому что в конце концов мы с вами должны будем понять, почему нам нужна именно безраздельная преданность Богу. Я пытаюсь объяснить именно этот момент. Объясняя смысл слова Кришна, он разбил его на два слова. Или на два, на две составляющие. Он сказал Кришир. Кришир значит, в русском языке тоже есть слово, происходящее от этого же корня. Кришир значит тянуть. И корень Кришир значит тянуть. И другой смысл этого слова пахать. От этого слова происходит русское слово какое? Кришир. Потому что крестьяне что делают? Пашут. Пахать что значит? Пахать значит тянуть. И Кришир, Бог, это сила, которая притягивает наше сознание. И когда Санджая стал объяснять смысл этого слова, когда Санджая стал говорить, что значит слово Кришна, первое, что он сказал, Кришир бу вачакам шабду. Шабда, слово Кришир, или корень Кришир, значит бу вачакам. Бу значит бытие. Потому что если мы проанализируем или загланим глубоко в свое сердце, мы поймем, что мы по природе свои живые существа привязаны к чему? К Кришни мы не привязаны. Мы не привязаны к Кришни, но так мы не понимаем. Что любое живое существо хочет? А для того, чтобы наслаждаться, что ему нужно еще делать? Жить. Жить нужно. Жить. Мы все больше всего привязаны к жизни. Привязаны мы к жизни или нет? Привязаны. Паданджави Муни в Йога-сутре объясняет, что это самая глубокая проблема живого существа. Что каждый привязан не просто к жизни, а к жизни в том теле, в каком он сейчас находится. Он говорит, что даже мудрый человек и то привязан к жизни. Мы все хотим жить. Мы все хотим существовать. Мы все хотим чувствовать, переживать, ощущать. Хотим? Правильно? Я помню, я однажды объяснял одному человеку принципы инкарнации. Он был моим самым, моим наученным руководителем, на самом деле. Он был очень умным человеком, с различными учеными титулами, званиями. Я стал ему говорить, что душа живет всегда, и что она рождается снова и снова и снова. Глаза, чем больше я ему объяснял, тем глаза у меня становились шире, шире, шире. Он сказал, правда? Не может этого быть. Я говорю, правда, правда, душа всегда живет. Это значит, что я не умру. Я говорю, да, не умрешь, не умрешь. Значит, что я рожусь. Родишься, родишься. Тут я попытался сказать что-то о Крисне, но ему уже не так интересно это. Потому что ему просто хотелось жить. И чтобы напугать его, я сказал, ну ты же можешь родиться с собакой. Какая разница? Пусть с собакой. Не важно. Пусть с собакой. Все равно я буду жить. Поэтому, когда Санджай объясняет смысл слова Кришны, он говорит, криши, бувача каши. Смысл, криш, означает бытие. Потому что бытие, существование для тех, кто существует, для тех, кто есть. То есть для духовных частичек, которыми мы с вами являемся, является самым главным. И дальше он говорит, нас чая, не врети вачекам. И в сущности нас не интересует ничего другое. Этим источником бытия, источником жизни. Как, например, почему Аудари Даматрову так популярен в его лекции? Потому что все хотят жить, правильно? Потому что все хотят существовать в этом мире. Потому что все счастливы жить при этом. И здесь Санджай объясняет, что смысл слова Кришны – это есть самая сущность бытия. Что на самом деле вся наша привязанность, любая наша привязанность, в конце концов, обращена к Кришне. Только мы до конца сами не понимаем это. И проблемы наши возникают, дисгармония, дисбаланс, любые проблемы или беды, или боли, которые мы испытываем, болезни, которые у нас возникают, возникают именно потому, что несмотря на то, что мы привязаны к Кришне, изначально привязаны к Сущности Бога. Сущности Бога. Сущности Бога. Корень всех проблем заключается именно в том, корень любого неравновесия, дисбаланса, который воспринимается как боль, как страдание, как еще что-то, как некая дисгармония в нашем бытие, в нашем существовании, заключается в том, что мы не можем понять или четко увидеть центра, которому мы привязаны. Что мы не можем на самом деле понять, кто такой Кришна до самого конца и не можем полностью посвятить себя отношениям с Ним. Когда Кришна говорит здесь, что шакья значит шахти, от того же слова шахти происходит слово шахти, способность, энергия. Кришна говорит, что ты обретешь способность видеть меня, способность знать меня, способность приблизиться ко мне только в том случае, если твоя бахти приобретет это качество безразделенности. Иначе говоря, если твой ум будет целомудренно сосредоточен на мне, сейчас все наши проблемы заключаются в том, что мы привязаны, но мы не понимаем, что вся привязанность, весь центр наших привязанностей, он един. И мы думаем, что нам нужно отдельно привязаться к этому, отдельно привязаться к этому, отдельно привязаться к этому, и в этих привязанностях обрести свое счастье. Мы не понимаем, что все то, что нас привлекает в этом мире, исходит из одного центра. И что мы сможем обрести все не тогда, когда мы попытаемся отдать свой ум сюда, 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 еще на 200 разных направлений, не тогда, когда наш ум будет каким-то многоветвистым, не тогда, когда ум наш полностью рассеется, а тогда, когда наш ум будет полностью сосредоточен на источнике всего того, что нас и так притягивает. Это одна из основных тем Багаладгиды, одна из красных нитей Багаладгиды, где Кришна говорит, что мало просто преданности, что мало просто пытаться делать что-то. Преданность должна приобрести особое качество. Здесь Кришна говорит, что есть особый способ или особое качество нашего созерцания, нашего видения, нашего сознания, когда оно целиком сосредотачивается на Боге, полностью, безраздельно, целомудрино. На самом деле, очень легко понять это положение, важность этого положения. Для того, чтобы понять, что бы то ни было в этом мире, что человек должен сделать. Сосредоточиться на это. Если ум наш скользит по поверхности, если ум наш, если нас интересует то и то, и то, и то, достигнем мы где-либо в чем-либо успеха. Нет, вот даже девочка знает. Вот он, нет, конечно, возможно, как бы достичь. Какую бы сферу деятельности мы ни взяли, для того, чтобы мы достигли успеха, для того, чтобы мы достигли чего бы то ни было в мире, нам нужна сосредоточенность. Нам нужна что-то. И Крисна здесь говорит эту простую вещь. Если ты хочешь понять меня, ты должен быть сосредоточен на мне. И эта сосредоточенность настраивает определенным образом наше сознание с вами. Потому что, когда сознание наше рассеяно, когда внимание наше рассеяно, когда наши жизненные силы рассеяны, то, во-первых, что при этом происходит? Когда наши силы рассеиваются, то что происходит? Слабость приходит. Слабость приходит, правильно? Когда сознание наше рассеяно, силы рассеяны. Даже для того, чтобы стать хорошим художником, человек должен сосредоточиться. Даже для того, чтобы пищу переварить. Я уверен, Анатолий Даму пролома много раз рассказывал. Человек должен на процессе переварить пищи мыть сосредоточен. Если он ест, а при этом думает о чем-то другом, он даже пищу не сможет переварить. Он будет сидеть, и у него там ничего перевариваться не будет. И только одни проблемы будут. Если для того, чтобы пищу переварить, я должен на этом быть сосредоточен. То что же говорить тогда о познании Бога? И Крисмо объясняет здесь этот момент, где он говорит, что для того, чтобы в конце концов наши отношения стали глубже, это тоже простая вещь. Ты должен сосредоточиться на мне и только на мне. Как я приводил в Донецке этот пример. Это простой пример. А почему, по крайней мере, в прежние времена разрушались отношения между мужем и женой? Из-за неверности, правильно? Если муж неверен, или жена неверна. Почему это воспринимается так болезненно? Почему любая измена или неверность воспринимается таким образом, с такой болью? Почему? Потому что мы не можем больше верить этому человеку. Правильно? Потому что если он изменил нам один раз, он изменит нам снова и снова, и снова, и снова. Потому что эта измена, в конце концов, сделает наши отношения очень поверхностными. Чтобы отношения между мужчиной и женщиной, даже между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между родителями и детьми, были по-настоящему глубокие. каждый должен быть уверен в чем? В том, что я целиком вкладываю в эти отношения свое сердце. В том, что я не собираюсь отдать свое сердце никому и ничему другому. Правильно? И Кришна здесь в сущности говорит о том же самом. Говорит, если ты хочешь отношений со мной, то ты должен отдать мне свое сердце. И это просто закон этого мира. Кришна не сектант. У Кришна, он говорит очень простую вещь. Если ты хочешь понять Бога, если ты хочешь глубоких отношений с Богом, то ты должен отдать Ему свое сердце. А если не хочешь, не отдавай. Все зависит от тебя. Хочешь или не хочешь. Потому что есть много вещей, которым мы можем отдать свое сердце. Правильно? Много вещей. Можно отдать это сердце тому, тому, тому. Иногда мы думаем, чему бы отдать свое сердце? Иногда мы думаем, мое сердце такое драгоценное. И мы ходим как бы по этой ямлоке, и думаем, по ямлоке материального мира. И думаем, куда бы отдать свое сердце? Но Кришна говорит, если ты хочешь обрести все сразу, потому что когда мы обретаем Бога, мы что вместе с Ним обретаем? Все сразу. Потому что Бог есть что? Все. Сарвам самопнаси, Татоси Сарвам, как Горджуна говорит, ты пронизываешь с собой все, поэтому ты есть все. Кстати говоря, Вишну Сахастра Нам. Вишну Сахастра Нам это тысяча имен Вишну, одна из самых главных частей, разделов Махапхараты. Следующей по важности после Багавадгиты. И Вишну Сахастра Нам перечисляет тысячу имен Кришны. Вишну. И какое первое имя он перечисляет? Вишну. Вишну. Что значит Вишну? Вселенная. Вишну в том числе происходит от того же самого корня, что Вишну, потому что Вишн значит войти. Вселенная это дом самого Кришны. Вишну первое имя Бога, Вселенная. Кто-то хочет быть, получить свое владение всю Вселенную. Никто не хочет. Всю Вселенную. Не просто там какой-нибудь загородный домик. Всю Вселенную. Вишну говорит, вот он, я. И здесь он говорит, что человеку ничего другого не нужно. Что все остальное само становится на свои места. Все остальные наши цели, все остальное, проблемы, которые у нас есть, цели, которые мы перед собой ставим, все остальное встанет на свои места само собой автоматически, если у человека будет Кришна. Но для того, чтобы у человека был Кришна, чтобы он стал ближе к Кришне, нужно, чтобы его в акте, кредон, стало безразделением. Нужно, чтобы он понимал, что это самое главное для меня. И когда я понял, что это самое главное для меня, тогда все остальное, что я делаю, тоже приобретает смысл. И наоборот, если я не понял, что есть самое главное для меня, то все остальное, что бы я ни делал, становится бессмысленным. Это удивительная вещь. Давайте подумаем немножко над этим положением. Иногда, когда мы говорим, когда нам говорят, что нужно только предаться Кришне, только сосредоточиться на Кришне, начинаем думать, ну, а как же все остальное думать? Си горни дай дидя, ваде джарнацы бады маи дидя. Нас иногда пугает этот тезис, это положение, когда нам говорят, что нужно сосредоточиться только на Кришне и все остальное забыть. Но на самом деле, когда человек сосредотачивается на Кришне, он не забывает ничего. И наоборот, когда он, наоборот, все, что он делает, приобретает смысл. Например, мы можем быть привязаны к своей семье. И когда нам говорят, Акришне говорит, сосредоточиться только на мне. Значит ли это, что я должен бросить свою семью? Некоторые люди понимают это именно так. Они с облегчением вздыхают, и там, дядя, она не в Аптике, дядя. Захлопкают двери своего дома. Уходят. Хорошо, если захлопкают просто, а то выгоняют всех остальных из своего дома. Но если я просто сосредоточен на своей семье, как многие люди говорят, что Кришна обо многом говорит здесь. Да, Кришна говорит обо многом. Но Ширпупадр в начале комментарии объясняет, что хотя Кришна говорит обо многом, главное то он говорит здесь, в этих стихах одиннадцатой главы, двенадцатой главе, потом в Едином, что в конце концов человек должен обрести целомудрие, целомудренное отношение по отношению к Богу. И все остальное тогда наполнится смыслом. Если я просто сосредоточен на своей семье, то что? Ничего. Ничего. Все равно я помру, да? И все равно это будет бессмысленно. Но если я делаю то же самое, и при этом я сосредоточен на Кришне, я делаю это как служение Кришне, то тогда мое служение, члены моей семьи приобретают глубокий смысл. Когда вся моя жизнь приобретает смысл. Как недавно я думал, я ехал в машине по Москве, и мы что-то стали говорить о правозащитниках, о Кришне, о коме-то. И мне припомнился академик Александр Сахар. В каком-то смысле этот человек был совестью того времени, в котором он жил. Знаменитый диссидент, академик, ученый, Галлиатнобелевский премий, который отказался от всего, ради того, чтобы сражаться за подпитр истину, как оно ему представлялось. Перенес очень много мук. И я ехал по России, которая в значительной степени в том мире, в каком она есть сейчас, обязана академику Сахару, его подвигу, жизни, до какой-то степени. Я думал, до какой степени это бессмысленно прожитая жизнь. При всех тех замечательных качествах, которые у него были. Все забыли о нем. Никто уже не помнит о нем, ну и что у него был какой-то там много денег. Кто даже помнит о нем, кто вспоминает о нем. Какую роль он даже играет сейчас в реальном жизни кого-то так. Несмотря на все жертвы, которые он принес, несмотря на чистоту его сердца, на все остальное, все напрасно. Мне, конечно, слезы на глазах, мне так стало жалко, в Академии Сахару. Потому что, в каком-то смысле, это удел всех. Если в жизни нет Бога, то любая жизнь напрасна. Самые прекрасные люди становятся напрасными, бессмысленными. Самые прекрасные жертвы, которые человек приносит, они становятся абсолютно пустыми. И обо всех забывают люди. Ничего не остается от этих жертв. И наоборот, если мы возьмем любого святого, любой традиции, и подумаем о нем, будь то Серафим Саровский или кто-то еще, или какой-нибудь Суфий, мы увидим, что вот она, жизнь. Жизнь, чьи жертвы не были напрасными. Это удивительная вещь. Все мои жертвы, какие бы они ни были, какое бы чистое сердце у меня ни было, если они не направлены на криску, на Бога, они становятся, они полностью обессмысливаются. И наоборот, если они принесены ему, то все приобретает смысл. Есть такое стихотворение Несенского, не говорить, что жизнь была напрасна, как будто есть удавшаяся жизнь. То есть, заранее человек поставил крест на всем. Не нужно говорить, что она была напрасна, потому что и так ясно, что она была напрасна. Но, наоборот, все то, что мы делаем, что бы мы ни делали, может приобрести глубокий смысл, только в том случае, если у нас будет крест, как Север Павел привел пример, что сколько бы нулей у нас ни было, если впереди нет единицы, то все нули, даже у нас, если будет 25 нулей, все нули останутся нулями. Если впереди поставить единичку, то тогда все нули приобретают смысл. И все остальное, что мы делаем, это нули. Пустота, если нет Кришны. И, наоборот, если Кришна есть, то тогда все то, что мы делаем, обретает смысл. Все нули остаются. Не волнуйтесь, когда Кришна говорит «Бхакьяк-кванан-няш-какья», он не говорит, что выбросьте свои нули. Нет. Он говорит «Сохраните свои нули, ради Бога, сколько вам хочется, столько нулей, пусть и вас и будет». Просто впереди поставьте единицу. Просто сделайте, наполните их смыслом. И поэтому Ашива Прабхата перечисляет это в начале комментариев, если вы помните. В связи с предыдущим стихом он говорит, что все то, что Кришна в предыдущем стихе отверг, все это нужно делать. Что то, что Кришна в предыдущем стихе сказал, что делать, в общем-то, особенно не нужно. Не нужно совершать аскезы, не нужно изучать священное писание, не нужно поклоняться Богу в храме, не нужно там еще что-то делать. Все это нужно делать. Но как это нужно делать? Сначала отдав сердце Кришне. Только тогда все это будет приносить смысл. И наоборот, если все это для нас станет самоцелью, то все это будет просто чем? Напрасный, бессмысленный, тратный. можно совершать аскезы, можно изучать веды, можно даже Багалагиду изучать, можно даже комментарии на Багалагиду писать. Кто-то из вас писал комментарии? Не важно. Есть много людей, которые писали комментарии. Кришне говорит, это нет смысла, если у нас нет высшей цели. И наоборот, все остальное приобретет смысл сразу же, в тот же момент. Можно пожертвования давать, все пожертвования будут бессмысленны, если мы при этом Кришне сердце у нас дали. Но если мы сделаем этот шаг или поймем, что наша главная цель это Кришна, никакой другой цели нету, то тогда все остальное приобретет смысл, наполнится смыслом и будет приближать нас к Кришне. И наоборот, те же самые вещи, изучение Багалагиды будет удалять нас от Кришны. Изучение Аюрведы будет удалять нас от Кришны. Изучение Аюрведы может приблизить нас к Кришне, а может удалить нас от Кришне. Все зависит от того, насколько ясно и четко мы понимаем цель, которая на самом деле есть у каждого из нас. И если мы это хорошо поняли, то тогда тогда мы будем счастливы. Я вам это говорю абсолютно честно и просто даже не хочу вас обмануть. У меня нет никакого смысла это делать. Точно так же, как мужчины и женщины могут быть счастливы в отношениях друг с другом, когда их отношения исполнены глубины при верности и целомудрии по-настоящему, когда отношения их основаны на жертве. Человек сможет стать абсолютно счастливым, если сердце его будет подано. И это именно то, что мы пытаемся с вами здесь делать. И здесь все упрепляет, объясняется, что человек тренируется этому на отношениях со своим духовным учителем. и в этом, собственно, смысл предного служения и трудности, которые мы испытываем на этом пути, также являются проявлением нашей внутренней разбросанности. Еще один очень важный момент, который мне хотелось несколько слов сказать, прежде чем я начал учител и лекцию, потому что Кришна подчеркивает здесь, она не. Она не значит ни на что другое. Но мы при этом знаем, что нам хочется и того, и того, и того. Мы думаем, Кришну нам тоже хочется, правильно? Хочется нам Кришну? Хочется, но еще что-то другое хочется, правильно? Кришну хочется, но еще это хочется, это хочется, это millones И мы думаем, если я только за Крисней погонюсь, то все остальное может от меня уйти. И поэтому мы начинаем гнаться за кем? За двумя зайцами. А то и за тремя, или за четырьмя, или за пятью зайцами сразу. Забывая о хорошей русской поговорке, о том, что нужно гнаться всегда только за одним зайцем. Так этого зайца зовут? Забывая о хорошей русской поговорке, о том, что нужно гнаться только за одним зайцем. И все остальное уже там есть. Сложности наши возникают, когда ум наш разветвляется. Когда у меня нашим появляются какие-то сомнения, когда нам кажется, что нам нужно еще какую-то цель поставить, еще какую-то цель поставить, другую, третью. И тогда смысл в том, чтобы все остальное подчинить этой цели, все то, что мы делаем, подчинить этой цели, а не пытаться ставить независимые, самостоятельные цели. Одним из примеров такого анани-бакты, в акту, в которой есть только одна цель, только цель служения к висме, является Хануман. Однажды Лебишина, когда они встретились с Хануманом, когда Хануман приехал, прилетел на Лангу, то он стал искать Равана. Так что он знал, что Равана где-то тут в каком-то дворце. Он прилетел туда, то глаза его были ослеплены от блеска. Все дворцы были на ланге золотыми. И он сначала даже не понял, где тут царский дворец. Потому что Равана был таким хорошим царем, что у него все его люди в золотых дворцах жили. И он стал ходить из дворца во дворец, и он заглядывал в окна. И несмотря на то, что дворцы были золотые, то, что там происходило внутри, Хануман нисколько не вырушил. Потому что кто-то там пил, кто-то еще что-то делал в золотых дворцах. Ну, словом, демоны. Когда он заглянул, он стал маленький-маленький. Когда он заглянул, вдруг он увидел странную картину. Он увидел какого-то демона. По всему демона был демон. У него были такие острые уши, торчащие. У него были клыки такие. Этот демон стоял перед алтарем, вертел в благовоние, свинел в колокольчик и пел. Рагу-па-ти-ра-га-ра-ча-ра-па-ти-та-па-та-па-та-та-та-та-та-та Си-та-та-ха-ра-та-та-та-та-та-та. Си-та-та-та-та-та-та-та. Сначала он показал, что он с ума сошел. Не галлюцинация, это какой-то демон с ушами. Раму, пати, раму. Что это происходит? Зашел, принял свой нормальный облик и стал разговаривать с Ибишиной. Ибишина обнялся с ним, разговаривал от Рамы посланник. Ибишина стал ему жаловаться. После непродолжительной беседы он стал говорить. Гануман, как же так? Ты Раму видел, а я не видел. Ты его бахта, я его бахта. Ты его предный, я его предный. Ты повторяю святое имя, я повторяю святое имя. Я пою. Хвари Кришна, гори Кришна, гори Раму, гори Раму. И ты повторяю святое имя. Почему так получается? Почему несправедливо так? Почему ты его видишь, а я его не вижу? Правильно? Хороший вопрос. Потому что тот же самый вопрос мы можем себе задать. Почему кто-то Кришну видит, а я до сих пор не вижу? И Хвари Кришна сказал, что мало ли сего просто Хари Кришна повторять. Хари Кришна повторять недостаточно. Нужно, что нужно сделать, как совет Хвари Кришна, что нужно отдать сердце Раме. И отдать сердце начать делать что-то для Раму. Потому что мое сознание сосредотачивается тогда, когда все то, что у меня есть, я отдаю ему. Не просто я там полтора часа по утрам, что-то такое, бормачиваю. И при этом... Как это? Как это? В Екатеринбурге... А, Бугнит. Да. В этом самом Бугнит. В Екатеринбурге проводим Харинамы. И там всегда на Харинамы выходят... Тоже присоединяются там делегации местные в отделении церкви. Они ходят вместе с Харинамом с плакатиками такими. То есть, чтобы как бы усилить и подчеркнуть нашу авторитетность. Один плакатик у них такой... Хотите губнить? Ну и губните. Так вот, Хануман сказал, что губнить еще мало. Что? Надо еще делом заниматься. Я думал, стало выделиться нечто. Разница между мной и тобой. Почему я вижу, а ты не видишь? Потому что я не просто ум свой пытаюсь сосредоточить, я еще всю энергию, которую у меня есть, пытаюсь сосредоточить. На служении Раме. И так как я делаю то, что Рама хочет от меня, тогда я могу видеть его, я могу лицезреть, я могу получить его дальше. И когда человек становится на путь прядного служения, то ему нужно именно таким образом идти по этому пути, стараясь всю свою энергию сосредоточить на этом. Постепенно, постепенно, по мере того, как энергия его сосредотачивается на этом, как его слова, его тело, его ум сосредотачиваются на Крещне, он начинает понимать, какое счастье, эта близость к Богу несет в себе. Потому что Крестный здесь обещает, проверь, что он тебя, парни, о покоритель врагов, о тот, кто может покорять препятствия в своем сердце. Если ты будешь делать это, ты станешь ближе ко мне, ты станешь приближаться ко мне с каждым шагом. У нас на пути прядного служения подстерегает много-много препятствий и опасностей, которые в сущности являются проявлением наших внутренних препятствий, внутренних проблем в нашем сердце. Но если мы действительно поймем, что у нас есть одна цель, тогда только мы сможем преодолеть все препятствия. Потому что очень часто наша преданность имеет чисто умственный характер. В уме мы такие преданные, правильно? Преданные мы в уме. Вот такие преданные, Кришну, Альбову. Но нужно еще доказать это на практике. Есть такая история, я расскажу маленькую историю. Я хотел рассказать длинную историю, но не хочу вас держать слишком долго. Скажу маленькую историю. Про одного человека. А один человек пришел однажды татуировку себе делать. В Индии стародавнее время. И сказал, что я родился под созвездие льва. И лев значит герой, он такой весь мускулистый, ахлет. И поэтому я хочу, чтобы ты мне тут и тут нарисовал льва. Я родился под Симхараси. И так как Симхараси это созвездие льва мое, чтобы все знали, что я тоже лев. Я хочу, чтобы у меня тут лев красовался и тут лев красовался. И человек, который делал татуировку, как это делается, берется игла, окунается в чернила. И он пришел и, соответственно, говорит, сейчас начну. Он закричал. Ты что делаешь? Он говорит, как что делаю? Льва рисую. Какого льва? Ну ладно, спросил льва. А что ты у льва рисуешь? Я хвост рисую. Потому что с хвоста я начинаю рисую. Подумай, подумай. Слушай, говорит, а зачем ты льву хвост рисуешь? У хороших собак у них хвосты упородистых отрубают. Поэтому самый лучший лев, это лев без хвоста. Поэтому ты нарисуй мне льва, чтобы хвоста там не было. Не нужно хвоста. Не нужно. Ну ладно. Хочешь. Льва, но без хвоста будет лев без хвоста. Ну, там опять откуда у иголку. Чернила. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Как что делаешь? Льва рисую. А что ты у льва рисуешь? Ну, если с хвоста нельзя начинать, я ухо начну рисовать. Я сухо. Ладно, что с хвостом. Ты дурак, что ли? Я же тебе сказал. Хорошим собакам уши тоже отрубают. Поэтому лучше, если лев будет без ушей. Ну ладно, без ушей ты без ушей. Лев без ушей. Но иголку-то он все равно взял. Потому что нарисовать-то нужно. Он опять окунул ее в чернила. Ты что опять делаешь? Ну как что, я талию рисую у льва. Потому что с ушей не взянуть и натих хвоста. Не взянуть и натих я решил с талии натих. Ты что, не знаешь, что ли? Поэты все, когда они говорят, какой лев, они говорят, что у него талия тонкая-тонкая. Почти нет льва. Так что талии тоже рисовать нужно. Он сказал, слушай, иди-ка ты, добро поздороваться со своими львами, у которых ни ушей, ни опыта, ни хвоста, ни таблики. Это сказка про нас с вами. Потому что иногда мы говорим, мы хотим Крисну, Крисну, хотим. Хотим Крисну? Ну когда у нас иголочку втыкаешь, я хочу Крисну, только без этого, и без этого, и без этого. На самом деле, для того, чтобы сердце наше сосредоточилось на Крисне, мы должны понимать, что мы вынуждены будем преодолеть какие-то препятствия в своем сердце. Что путь преданного служения при всей его легкости все равно, неминуемо, будет связан с какой-то болью. Но если мы очень четко будем знать, что и дядям путем я смогу получить все. Я дум драстум чататвина, промештум чапарантапа. Поэтому недаром Крисну обращается здесь к Арджуне, называя его парантапа, покоритель врагов. Если ты настроен таким образом, чтобы преодолеть все препятствия, и понимаешь, что другой цели нет смысла перед собой ставить, тогда только ты сможешь обрести все то, что ты должен обрести, а именно меня. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хри-Хри. Хри-Рама, Хри-Рама, Рама, 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 Хри-Хри. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли у нас вопросы? Временные вопросы? Единственный путь – это просто терпеть страдания, которые все равно будут. Не просто терпеть, а понимать, что это процесс излечения. Потому что если мы просто терпим боль и не понимаем смысла этой боли, то тогда ее очень сложно терпеть. Но если мы понимаем, что это боль, которая неизбежно сопутствует излечению, выздоровлению, что все равно человек должен заплатить какую-то цену. Если он хочет получить Кришну, он не может получить его бесплатно, он должен заплатить какую-то цену. Если мы понимаем, что это боль ради достижения высшей цели, и при этом делаем это правильно. Сила Прабхупада подчеркивает, что если человек страдает в этих прядных служениях, то что-то он не так делает. Но если он делает все правильно, то даже боль будет приносить ему наслаждение. В каком-то смысле. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Если человек поставил перед собой четко цель, и четко понимает, что все препятствия, которые у него возникают на этом пути, он ясно видит это, что они в конце концов действительно приближают его к Кришне, то эти препятствия перестают быть препятствиями. Бхактина Такур говорит, что когда на моем пути становятся препятствия какие-то, то для меня это экстостонно. Меня охватывает счастье, радость. Как мне недавно делали массаж. В качестве бонуса к этому массажу, в качестве бесплатного приложения была совершенно непроизвольная гимнастика мышц лица. Потому что лицо мое искривлялось так, как я никогда не искривлялась. И все одновременно голосовые связки тоже тренировались. Тот, кто у меня делал массаж, он безошибочно находил самые больные места. И когда он находил их, у него ликование поднималось в сердце. И я кричал и сбивался, как в уши на сковородке. «Си си го нитай китя, чаканан баладевсу багрма китя». Но каждый раз, мне 9 раз такой массаж делал, каждый раз я шел туда с радостным, с радостным и легким сердцем. потому что я чувствовал, понимал, что вот человек знает, где боль, знает, как мне ее причинить. Он ударяет в самое больное место для того, чтобы меня, в конце концов, от этой боли избавить. И когда на нашем пути стоят какие-то препятствия, то Кристос очень хорошо знает, где боль. И безошибочно находит самое больное место наше. И говорит, а? Если мы думаем, что это просто так, что кто-то нас мучает, что кто-то над нами издевается, то тогда боль будет просто болью. А если мы понимаем, что это Кришна лечит нас, и что болезненный процесс должен привести к выздоровлению, мы будем приветствовать эту боль. Мы будем говорить спасибо Боже, что ты пришла ко мне. И в этом, собственно, разница психологической реакции предного и не предного. Предный всегда пытается извлечь... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok